И если вы не смотрите этот видео, это не такая хорошая вещь. Я either dead, or I'm in a very-very-very bad situation. Латифа бинт Мухаммед аль Мактум. Кто это? Это принцесса Арабских Эмиратов, дочь правителя Дубаи, шейха Мухаммеда ибн Рашида аль Мактум. Почему я решила сегодня поговорить по поводу этой истории? Это будет одна из нескольких историй, которые я буду вам рассказывать. Почему меня заинтересовала эта история? Это связано с тем, что в последнее время я занялась, всячески пытаюсь проследить судьбу мусульманских женщин, жизнь мусульманок в мусульманских странах. Первое, что год из года меня начало поражать, это отношение мусульман, мужчин к женщинам. И меня с каждым годом, чем больше я жила в мусульманской стране, в Египте, именно меня поражала та несправедливость и отсутствие прав женщин. Значит, первая история у нас будет посвящена Латифе, дочке правителя Арабских Эмиратов, Мухаммеда ибн Рашида аль Мактум. Латифа бинд Мухаммед ибн Рашид аль Мактум родилась 5 декабря 1985 года. История Латифы получила широкое распространение в СМИ из-за того, что в феврале 2018 года эта девушка, дочка правителя Дубаи, правителя Арабских Эмиратов, попыталась совершить побег, и у нее это не получилось. Принцесса Латифа совершила побег из Дубая в конце февраля 2018 года. В результате совместной операции Индии и Арабских Эмиратов в международных водах близ Индии 4 марта 2018 года ее насильственно вернули обратно. И 11 марта 2018 года, того же года, в сети появилось видео, 39-минутное видео Латифы, в котором она рассказывала свою историю. Но дело в том, что в этом видео она сказала, что если вы смотрите это видео, значит, либо я мертва, либо я в очень плохой ситуации. Это видео должно было выйти в случае неудачного побега принцессы Латифы. Видео это было опубликовано. Принцесса Латифа была поймана. Несмотря на то, что Латифа была дочерью правителя Арабских Эмиратов, жизнь ее, как многим кажется, многие наши девушки едут в Дубай, там в Арабские Эмираты, им кажется, что там такой рай, парадайз. Для этой девушки, и как и для многих женщин, которые живут в мусульманских странах, эта жизнь не кажется сказкой. Ей было запрещено учиться, работать, путешествовать, встречаться с друзьями. Она могла только в определенные часы. И для того, чтобы каким-то образом освободиться из этого плена, совместно с ее подругой, финкой Тиной Юхайнен, они разработали план, план побега. И это видео было отправлено заранее доверенным лицам. В этом видео принцесса Латифа рассказывает о своей семье, обстоятельствах, которые привели ее к решению совершить побег. Также она рассказывает о своем отце, правителе Дубаев, правителе Арабских Эмиратов, который обращался жестоко и с ней, и с ее старшей сестрой Шамсой, и с другими непокорными родственниками. Сестра Латифа Шамса совершила побег в 2000 году, когда ей было 19 лет, но ее поймали. И в этом видео, 39-минутном видео, Латифа рассказывает, как мучили и наказывали принцессу Шамсу, и как она находится под пристальным наблюдением медиков. 24 часа в сутки ее заставляют принимать различные тренгвилизаторы и что-то коля для того, чтобы у нее было, наверное, такое подавленное состояние. 24 февраля 2018 года, как я сказала ранее, Латифа, принцесса Латифа вместе со своей финской подругой Тиной выдвинулись в опасный путь. Латифа оставила свой сотовый телефон-кафе, где они остановились, для того, чтобы ее не смогли отследить. Далее подруги добрались до Амана, и тогда, как раз показано на фотографии, Латифа сидела на переднем сидении первый раз в своей жизни в автомобиле. 24 февраля принцесса Латифа и гражданка Финляндии Тина Юхайнен покинули Аман на водных мотоциклах, на джет-ски, и присоединились к Рвеже Беру, у которого американско-французское гражданство, который встретил их с экипажем на яхте «Нострома». 26 февраля 2018 года Латифа связалась с британским адвокатом Радой Стирлинг, основательницей неправительственной организации «Детейн Ин Дубай» и сообщила о том, что покинула Дубай. Она опубликовала несколько сообщений в социальной сети, в которых подробно были изложены обстоятельства и причины ее отъезда из Арабских Эмиратов. 3 марта 2018 года до исчезновения вблизи побережья Индии РВ Жабер связался с индийским журналистом, готовясь к концу своего путешествия. 4 марта 2018 года принцесса Латифа Жабер и Тина Юхайнен вместе с экипажем из трех филиппинских граждан пропали в Индийском океане, приближаясь к Гоа. И 9 марта 2018 года газета Daily Mail опубликовала новость об исчезновении яхты «Нострома». То есть эта яхта просто пропала, и никто не знал, где она находится. Финское национальное бюро подтвердило исчезновение Юхайнен, но брат Юхайнен подтвердил, что Тина, она дружила с Латифой. А далее 20 марта 2018 года «Нострома» яхта была замечена в порту Эль-Пуджайры, службы marine traffic, а на следующий день яхта вышла к Шри-Ланке с освобожденной командой, включая Жабера и трех филиппинских граждан. Яхта «Нострома» прибыла в Шри-Ланку 2 апреля. А 22 марта 2018 года была найдена спутница принцессы Латифы Тина Юхайнен. Место обнаружения Тины Юхайнен не было разглашено, но были получены сведения о том, что ночью 22 марта она вернулась из Дубаи в Финляндию. Но, как позже рассказывал сам Эжобер, 4 марта 2018 года яхту «Нострома» стали преследовать несколько кораблей, которые непрестанно шли за ним. Жабер сообщил СМИ, что на двух из кораблей была крупная надпись «Индийская береговая охрана». Далее Жабер рассказывал, что для захвата «Нострома» были выпущены два катера с вооруженными людьми в полном снаряжении и штурмовыми винтовками. Захват начался с применением дымовых гранат, чтобы дезориентировать экипаж и лишить любой возможности действовать. Применялись наручники, связывание глаз, избиение и угрозы. После захвата «Индийской береговой охраны» на яхту прибыли вертолетом не менее 10 сотрудников спецназ Арабских Эмиратов. Принцессу Латифу, несмотря на ее сопротивление, просьбе о предоставлении убежища, обращении к индийскому персоналу, ее насильно забрали. И дальнейшее местонахождение ее, понятно, ее увезли в Дубай, а потом она просто пропала. Но дело в том, что из того видео, которое было опубликовано 11 марта, видео это должно было быть опубликовано в случае неудачной операции, по вот этому побегу, как раз Латифа все-все подробно рассказывала про свою семью, про то, что произошло с ее сестрой Шамси, когда в 2000 году она пыталась бежать из Арабских Эмиратов, и это было неудачно, и что с ней произошло. И рассказывала также Латифа в этом видео, как в 2002 году она также пыталась совершить побег, но ее арестовали, ее задержали, и 3 года и 4 месяца она провела в тюрьме. И она рассказывала Латифа, что после вот этого первого побега, после того, как она была заключена в тюрьму, ее избивали, ее пытали, ей не давали мыться, у нее не было одежды. То есть ее держали очень в жестких условиях. Охранники говорили, что ее отец приказал ее бить и убить. После вот того трехлетнего, более чем трехлетнего заключения, когда она вышла, следующий побег состоялся через много-много лет. Для чего я делаю это видео? Именно для того, чтобы вы понимали, что арабские женщины, мусульманки, которые живут в арабских странах, у которых очень достаточно высокий уровень жизни, они не живут счастливой жизнью, как может показаться на первый взгляд. Возможно, мужчины живут этой жизнью, но женщины находятся под запретом. Права женщин в этих странах ущемлены. Женщины не имеют права передвигаться, ездить в другие страны, учиться, еще что-то делать без разрешения отцов или мужей. И я думаю, что об этом стоит задуматься. В данном случае я вижу, что женщина, девушка, она не имеет права принимать решения. Она находится под абьюзом, она находится в зависимости, в жесткой зависимости. И если так происходит, даже с высшим рангом людей, такие как арабские страны, арабские Эмираты и Саудовская Аравия, то в каком положении находятся обычные женщины в этих мусульманских странах. Я думаю, что в гораздо худшей ситуации. И, как мы видим, к ним применяется и сила, и наказание, и тюрьма, и побивание, и забивание камнями, или смертная казнь. И все это почему? Потому что женщина хочет сама принимать решения. Женщина имеет право работать. Женщина имеет право учиться. Женщина имеет право делать то, что она считает нужным, потому что женщина – это человек, это личность, и она может сама за себя принимать решения. Дело в том, что в арабском, мусульманском мире женщина поставлена почему-то на такую низшую ступень, что за нее принимают решение, что она как ребенок. Даже хуже, чем ребенок. Не то, что хуже, у нее прав нет. И у этих женщин, что самое страшное, они не могут противостоять этому. Всего несколько случаев, о которых я расскажу в других видео. Возможно, о тех женщинах, кому действительно удалось бежать из арабских и из мусульманских стран, и каким-то образом получить убежище в европейских странах, в Канаде. Но большинство из них продолжают жить в такой ситуации, когда они не могут принимать решения. И на самом деле, когда ты видишь это, когда ты сталкиваешься с этим, с какой-то стороны, потому что ты живешь все равно в мусульманской стране, и тебе приходится с этим сталкиваться, от этого приходит очень нехорошее ощущение. И это не одна женщина и девушка, с которой так произошло. Это миллионы женщин, девушек, которые вынуждены жить так. И просвета в этом не видно. Поэтому я надеюсь, что благодаря вот таким отважным девушкам, как Латифа, возможно, что-то удастся поменять. На сегодня у меня все. Всем спасибо большое за внимание. Пока. Hello. My name is Latifa al-Maktoum. I was born on December 5, 1985. And I'm making this video because it could be the last video I make. Yeah. And if you are watching this video, it's not such a good thing. Either I'm dead or I'm in a very, very, very bad situation. Every day we escape Losing all of our faith We can't live this way Feel me slowly fade away Feel me slowly fade away Feel me slowly fade away All the words I could say Just can't really seem to stay Feel me slowly fade away same way I can't live this way But I can't live this way Like Seriously Something can be Тут Be